Дерби с Локомотивом, возвращение Николсона и Бальде, Милешин покинет Спартак. Привет, крастобелые! За микрофоном, как обычно, Макс, и сегодня мы обсудим последние новости и события из стана нашего клуба за прошедшую неделю. Вестей у нас накопилось немало, поэтому сразу без раскачки поехали. Спартак сыграл в ничью с Локомотивом 1-1. На этой неделе наша команда провела два матча. Если игра в кубке с Краснодаром была не важна с турнирной точки зрения, то игра с Лока имела колоссальное значение. Так как это было не только дерби, но и потому, что команды подходили к этой игре с одинаковым количеством набранных очков. И игра действительно получилась довольно увлекательной. А Баскаль, как обычно, решил удивить всех и в стартовом составе не оказалось номинальных нападающих в лице Соболева и Милешина. Их место на поле занял Квинси Промес, который наконец-то вернулся в строй и исполнял роль так называемой блуждающей девятки. Также не ожидал я увидеть в старте Олега Рябчука, который заменил Денисова. И как показал по итогу игра, это было верное решение, так как Олег стал одним из лучших игроков этой встречи. Чернов ожидаемо заменил дисквалифицированного Бабича и травмированного GQ. Ну а в центре поля мы уже традиционно увидели связку прутцев-литвинов, которые в отличие от своих визави Зобнина и Мартинса действуют действительно здорово. Если же мы перейдем к салу-матчу, то Спартак в первом тайме смотрелся намного предпочтительнее, нежели Лока. Но удаление Хусевича спутало все карты. И после того, как Спартак остался в меньшинстве, конечно же игра немного изменилась. Но я отмечу тот момент, что даже в десятером мы смотрелись на равных с локомотивом и даже временами превосходили его. Мы и забили в меньшинстве и могли забивать еще в самой концовке. Но также и Лока мог нас наказать. Игра в исполнении нашей команды мне понравилась. Потому как складывались события в этой встрече, результат в виде ничьи я считаю для нас более-менее приемлемым. Но проблема в достижении результата у нас все еще остается. Ведь за последние 7 матчей у нас 4 поражения, 2 ничьи и всего лишь 1 победа. Поэтому необходимо набирать очки в ближайших матчах с Ростовом и Балтикой. Ну а пока хочется отдать должное нашим парням, которые бились на поле и даже в меньшинстве выглядели на равных с локомотивом. Я хочу сказать, что я горд тем, что мы показали сегодня с точки зрения характера. Мы еще на стадии становления. И здесь такие матчи, когда ребята показывают самоотверженность, когда бьются друг за друга на каждом участке поля. Они дают возможность расти. И ту причастность к единому целому, который сегодня ребята показали, действительно я горжусь этим. Ну а теперь к другим новостям. Спартак заработал 67 миллионов рублей в Кубке. На этой неделе закончился групповой этап Кубка России, по итогам которого, как мы все с вами знаем, Спартак занял первое место в группе. Это позволило нашей команде не только выйти в следующий раунд, но и заработать довольно неплохие деньги, с учетом того, что сейчас существует огромная проблема в лице спонсоров, отсутствие Еврокубков и так далее. В любом случае, хочется поздравить команду и выходом в следующую стадию верхней сетки Пути РПЛ. Стал известен соперник Спартака в 1-4 финала Кубки Пути РПЛ. На прошлой неделе состоялась жеребьевка Кубка России, по итогам которой нашим соперником стал Оренбург. Напомню то, что нас будет ждать двухматчевого противостояния, первый матч которого состоится в конце ноября в Оренбурге. Ну а ответная встреча состоится уже весной в следующем году. Соперник непростой, а учитывая то, что нам предстоит играть с ним еще в конце ноября на его синтетическом поле, то будет действительно сложно. Желаем нашей команде удачи в этом непростом противостоянии. Шамар Николсон и Кейта Бальде могут вернуться Спартак этой зимой. Позиции нападающего это именно та позиция, которую Спартаку необходимо усиливать этой зимой. Если Пол Эшерт не привезет нам нового нападающего, то есть шанс того, что кто-то из парочки Кейта Николсон вернется Спартак уже этой зимой. Напомню то, что они сейчас находятся в арендах и по условиям арендного соглашения они в любой момент могут вернуться обратно к нам. Если же посмотреть на результаты их выступлений в аренде, то у Кейта Бальде в Испаньоле пока все печально. Всего пять матчей, в которых он провел только 72 минуты, выходя на замену. У Николсона ситуация немного получше. Он является игроком основы Клиермона и за шесть матчей во французской лиге 1 он отдал две голевые передачи. Надеюсь, то, что до их возвращения этой зимой дело не дойдет. Павел Милешин может покинуть Спартак этой зимой. Еще одна около трансферная сводка. Милешина могут отдать в аренду, если Спартак найдет себе нападающего этой зимой. И это будет абсолютно правильным решением. К сожалению, пока что Павел еще слишком сырой для того, чтобы играть за основу Спартака. Ему просто жизненно необходимо иметь игровую практику, чтобы, так сказать, обрасти мясо. Яркий тому пример Даниил Зорин, который сейчас находится в аренде в Минском Динамо и действительно здорово смотрится там. Милешин парень талантливый и я искренне надеюсь, что его ждет большое будущее, как и его отца. Но для этого ему необходимо играть и набираться опыта. Спартак Ю-16 стали обладателями серебряных медалей UFL-3. Я стараюсь следить за тем, как играют наши молодежные команды. И вот наши воспитанники Академии 2008 года в заключительном матче с Ростовом одержали победу и заняли второе место в своей лиге. Причем перед этим матчем юные спартаковцы занимали четвертое место, но благодаря этой победе они вышли на второе. Руководит этой командой, кстати, Алексей Милешин. Поздравляю парней с заслуженным вторым местом. Пиши свое мнение в комментариях, что ты думаешь по той или иной новости. Также не забывай ставить свой красный белый лайк и подписываться на канал. Ну а за микрофоном был Макс. Пока. Продолжение следует...